Субтитры создавал DimaTorzok Мы, оказывается, реагируем на них так, как мы к этому привыкли Всем нам известно такое чувство, как обида Согласны, это не самое приятное чувство, которое мы испытываем В связи с чем, сегодня мы с вами поговорим о мягкости сердца и умении прощать Умение прощать, наверное, является одним из качеств, который даётся порой нам с трудом Нам легче обидеться, выплеснуть свой гнев или обиду И, желая справедливости, очень часто мы торопимся с выводами Однако, всё ли так просто, как нам кажется на первый взгляд? Порой в порыве гнева и обиды мы забываем о таком великом качестве Которое даровано нам Всевышним Аллахом, как умение прощать И как бы нравилось или не нравилось нашему нафсу эта действительность Поистине умение прощать может служить причиной решения множества проблем Прощение является путём не только решения наших духовных переживаний А также оно имеет большое влияние на наше здоровье Исследования в области медицины подтверждают тот факт, что люди, не умеющие прощать, намного чаще сталкиваются с различного рода заболеваниями, спровоцированные стрессом Причиной этому является тот факт, что человеческий мозг в организм во время стресса Посылает дополнительную порцию гормона стресса, так называемого адреналина и кортизола В связи с чем у человека может повыситься напряжение в теле, может появиться боль в спине и ухудшится самочувствие Естественно, чем сильнее обида, тем сложнее с ней справиться У многих людей даже не возникает желания простить своего обидчика При этом проиграшем в данном случае является сам обиженный Человек, хранящий обиду внутри, живёт с большим грузом на душе Тогда как люди, которые простили своим обидчикам, уже испытывают чувство большого облегчения Прощение является также лучшим средством в контроле над ненавистью и гневом Так как рано или поздно наступает такой момент, когда то или иное чувство берёт вверх над вами И в такой ситуации перед вами встанет выбор Или вы победите гнев, или гнев победит вас Очевидно, что в чувстве обиды нет ничего хорошего Как же справиться с обидой? В первую очередь нужно определиться, на что именно вы обижены Возможно, при внимательном рассмотрении окажется, что та причина совсем незначительная Разобравшись в себе, попробуйте понять вашего обидчика Наверняка в вашей жизни были такие ситуации, когда вы нечаянно кого-либо обидели Не подразумевая ничего плохого под этим Ведь фразы, которые ничего не значат для одних людей, могут иметь огромное значение для других И если это так, и вас обидели ненарочно, то стоит ли обижаться? Однако, если вы чувствуете, что вам ничего не помогает, то постарайтесь первым прийти к примирению Потому что прежде всего это нужно вам самим И то чувство, которое возникает у вас, негативное, оно прежде всего вредит вам Какие же существуют методы, помогающие простить? Первое, что необходимо сделать, это, оказывается, принять факт наличия обиды или другого негативного чувства Например, чувство гнева, ненависти или чувство несправедливости Оказывается, когда мы не принимаем эти чувства и подавляем их, то они растут еще больше И иногда кажется, что в геометрической прогрессии Приняв их наличие, они как бы успокаиваются Во-вторых, вознамерьтесь простить человека и попросите помощи у Всевышнего Аллаха В-третьих, выпишите письменно первопричину вашей обиды Что конкретно, какие чувства у вас вызываются, когда вы обижаетесь? Или вы пишите для себя, почему и зачем вы попали в сложившуюся ситуацию? Найдите оправдание человеку, который вас расстроил На минуту представьте и поставьте себя на место этого человека А как бы вы поступили в его случае? Как сказал посланник Аллаха, прежде чем осудить человека, 70 раз оправдай Мы уверены, что после 20-го оправдания вы передумаете обижаться Думайте не о том, что произошло, а о том, что будет после этого Направьте свои мысли не на прошлое, а на будущее Тем самым вы отвлечете свои мысли Начните благодарить Всевышнего Аллаха за то, что у вас есть И людей, которые вам чем-либо помогли, тоже благодарите Так как это переключит ваше внимание с того, чего у вас нет, на то, что у вас уже есть Ведь это тоже очень положительный опыт Постарайтесь почувствовать уважение к любому человеку В том числе и к вашему обидчику Ведь он сам решает, каким ему быть, так же, как и вы Извлеките пользу из сложившейся ситуации Если произошло то, что вам не понравилось То это верный сигнал того, что необходимо извлечь урок и не совершать этих ошибок Отпуская обиды и прощая человека Мы не только развиваемся духовно Но также избавляемся от негативного качества характера Гордыни Так как не прощая человека, мы как бы превозносимся над ним Что не есть хорошо Так как в последующем это превращается в черту характера Мягкость сердца лучше черствости Так как мягкий человек более свободен И он принимает себя и свое окружение такими, какие они есть Дорогие зрители, мы напоминаем вам о том, что у нас есть рубрика «Вопрос к психологу» И вы можете задавать интересующие вас вопросы на данный имейл, который вы видите перед вами А к нам поступил вопрос, давайте его рассмотрим Меня часто беспокоит обида Если я обижаюсь, я долго не могу простить Что мне делать? Да, действительно Порой мы часто не можем простить И подолгу носим в себе эту обиду Однако для того, чтобы простить Необходимо прежде всего вознамериться Пожелать добра этому человеку Необходимо начать с того, что вы попросите помощи у Аллаха Так как лишь Аллах меняющий сердца Во-вторых, необходимо отвлечь свое внимание на что-либо другое То есть, если вы что-либо делаете в этот момент, думая о вашей обиде Начните делать что-либо другое Это будет способствовать тому, что вы немного отвлечетесь И в-третьих, начните выписывать хорошие качества этого человека Возможно, это будет способствовать тому, что очень скоро вы его простите Возьмите листок бумаги и разделите его на две колонки В левую колонку напишите свою претензию или то, что вам не нравится Обидело А в правую одним за другим напишите 20 оправданий таких действий Например, наверное, он устал или его кто-то расстроил Может, он простоял в пробке 2 часа, не выспался и так далее Вот увидите, уже через 15 пункта вы расхотитесь им ругаться Важность прощения для сердца человека велика Так как сказал Аллах, что не познает милости тот, кто сам не милосерден Ассаламу алейкум вархматуллахи вабракатуху Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин